Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня пробежимся по основным темам. Это какое море в октябре сегодня, 1 октября, какая погода. Немного поговорим о верхнем Ларсе, что за ситуация там сейчас, на данный момент. В общем, если вам все это интересно, обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мы поехали! Ну, как вы уже видите, что людей на пляже совсем мало. Это пляж, который возле порта морского. Сегодня где-то 25-26 градусов. Ну, погода теплая, я бы сказал, даже ощущается немного лучше, потеплее. Водичка чистая, прозрачная. Да, имейте в виду, что вода ближе к порту всегда чище, потому что здесь такая вот бухта, вода здесь более спокойная, от этого меньше волны и меньше мути в воде. Ну, людей здесь на сегодняшний день совсем мало. Ну что, друзья, пришло время проверить, какая сегодня водичка. Давайте, так сказать, окунемся, и я вам скажу свое ощущение, какая сегодня вода. Так, сейчас постараюсь тут, ну такая свеженькая, сейчас постараюсь тут зафиксировать как-нибудь камеру, чтобы было видно, надеюсь, она никуда не упадет. Ну что скажу, друзья, вода не холодная, ну и не совсем, чтобы прям вообще теплая-притеплая. Думаю, что если вы собираетесь ехать где-то в середине октября, либо где-то к числам десятым, то, думаю, уже будет совсем не сезон для купания. Да, я думаю, вы сами видите, сколько вот медуза рядом со мной плавает. Хотя я еще, блин, выбрал еще более-менее такое место. Ну, вот на первое число такая погода, и вода примерно 23-24 градуса. Но по ощущению скажу, что кажется холоднее. Хотя, несмотря на то, что сегодня прям такое жаркое солнышко палящее. Да и по самой погоде, чтобы я сказал, эта неделя, наверное, была вот последней такой солнечной, потому что уже на следующей неделе начинаются опять дожди, опять будет похолодание, соответственно, и вода будет из-за шторма и дождей попрохладней, да и погрязнее. Также еще такой вот минус, это появились медузы. Это самый такой главный фактор. Не очень хорошие чистые воды. Вот. Сейчас я подойду, вам покажу, сколько здесь медуз. Прям какое-то столпотворение медуз. Жесть! Жесть! Вот такое я вижу здесь впервые. Даже несмотря на то, что вода здесь прозрачная, но покупаться возможности здесь не будет никакой. Поэтому имейте в виду, даже несмотря на то, что многие говорят, что сезон еще даже продолжается в октябре, это все неправда. Вода, наверное, да, такая не сильно холодная. Ну, как вы будете здесь купаться? Как вы себе это представляете? И даже возьмем пляж, наверное, те, которые поближе к, не знаю, к орбе комплексам. Там есть тоже медузы, их достаточно много, просто они не так заметны, потому что там вода будет тнее. А здесь вода более-менее всегда вот такая вот прозрачная. Да. Ну, думаю, вы сами видите. Информация по поводу верхнего Ларса. На данный момент границы открыты. Все проезжают, как пешеходно, так и на машине. Кто-то на велосипедах, кто-то на электросамокатах. Людей становится немного меньше. Вроде бы как работа стабильно идет границей. Поэтому все работает в штатном режиме, как и раньше. Пробки все равно еще есть, но говорят, что уже стали они немного поменьше и пройти границу намного быстрее. Также помните, что от границы можно добраться до Тбилиси, до Батуми как на автобусах, как на маршрутках, так и на такси. Но знайте, что на такси цена будет очень большой, не маленькой. А если вы хотите добраться до Батуми, то проще доехать до Тбилиси, а с Тбилиси уже на поезде добраться до Батуми. В описании я закреплю сайт поездов. Там есть и расписание, а также цены. Можете все внимательно посмотреть на те даты, на которые вы собираетесь приехать. По поводу аренды жилья. Аренда жилья очень сильно поднялась. В среднем цены были раньше, ну как раньше, буквально еще недели-две тому назад до всех этих событий. Около 250-350 долларов можно было найти студию. То теперь это большая редкость. Да и к тому же такие студии будут без центрального отопления, только с одним кондиционером. Вам будут говорить, что будет тепло, будет отлично. Нет, это неправда, будет холодно. Особенно, когда будет температура опускаться до 3 градусов. Это может быть как днем, так и ночью. Поэтому ищите только с центральным отоплением. Или хотя бы будут еще такие вот пометки стоять в квартирах отопления карма. Это газовая такая, можно сказать, как установка отопительная. Тоже тепло, но коммунальные будут намного выше, чем с центральным отоплением. И самое главное при выборе квартиры, почему говорю центральное отопление, потому что если будет один кондиционер, и вы будете топить им и днем, и ночью, то коммуналка будет у вас просто стоить бешеных денег. И она у некоторых достигала даже в лето, от, наверное, 100 до 300 лари в месяц. А зимой будет составлять даже еще больше. Поэтому будьте к этому готовы. Хотя вот у нас в Магнолии, вот мы 3 месяца прожили в Магнолии, коммуналка была где-то 52 лари. Мы платили только за электричество. Это тоже зависит от энергетической компании, которая снабжает вас электричеством. Ну, тоже где вы проживаете. Поэтому я тоже это все в описании оставлю. Если будет интересно, почитайте. Либо напишите свои комментарии, что вы об этом думаете, либо есть какой-то опыт. Вот поделитесь с людьми. Я думаю, будет всем полезно и интересно. А если вы берете какой-то автобусный тур, то знайте, что на данный момент можно уже проехать намного быстрее. Потому что еще буквально там пару дней тому назад некоторые писали, что автобус задерживали там чуть ли не на неделю, не на две недели. Сейчас уже граница двигается намного быстрее. Погода пока в Батуми хорошая, но это буквально до завтрашнего дня. Температура 27-26 градусов. Со следующей недели начинаются опять дожди и похолодание. Поэтому те, кто рассчитывал купаться в октябре, наверное, думаю уже, могу я вам сказать, что сезон купания точно закончился. И покупаться нормально уже не получится. Да и вдобавок очень-очень-очень много медуз. Как вы уже видели, до этого я показывал состояние моря возле порта. Это вот пляж возле порта. Очень много медуз. Вода прохладная. Несмотря на то, что пишут в интернете 24 градуса тепла. Но я же говорю лично по моим ощущениям, даже несмотря, что написано 24 или 23 градуса, мне кажется, вода такая на 21, ну ладно, 22 градуса. В общем, прохладная, свежо. А это с учетом того, что сегодня жарко и тепло. А вот в середине октября, кто собирается, вроде бы как там к 15-16 числам, что-то будет такое, небольшое какое-то прояснение, будет погода получше. Но все равно жары уже точно не будет. Сейчас идем по набережной, друзья. Смотрите, вот мороженое во многих своих роликах, о которых я говорил, лукополары. Я вот, честно говоря, пока не могу понять, это что? Все, закрыли. Получается, да, получается все. Лукополары покушать уже не получится. Это было самое вкусное мороженое на набережной. Очень много всего позакрывалось. Даже я скажу, что души не везде сейчас работают. Я имею в виду души, которые возле раздевалок, возле пляжей. Людей днем вообще мало. Ну еще вечером как-то людей побольше, но больше стали перебираться как-то в старом городе люди. Мы еще прогуляемся потом по старому городу. Я покажу вообще, что там. Потому что за все время, что мы здесь, я еще не делал ни одного выпуска старого города. А там место не менее достойное. Даже, я бы сказал, еще интереснее, чем сама набережная Батуми. Ну, а на набережной, вот вы видите, как почти постапокалипсис людей нету. Все пусто. И половина, даже не половина, уже большая часть заведения закрыта. А в старом городе все работает. Можно и посидеть и в ресторане, и попить вина, и рыбки покушать. В общем, все что угодно. Ну вот, сами, я думаю, видите, сколько людей. Обязательно еще, друзья, сделаю обзор на старый город. Потому что, можно сказать, вся жизнь, которая была здесь, на набережной, она потихоньку перебралась туда. Там, где пьяца, там, в общем, все выглядит в стиле Италии. Очень красиво, очень много заведений. И все это работает, все это открыто. Поэтому не переживайте, голодными здесь не останетесь. Бары, рестораны работают. Просто они позакрывались, именно те, которые были на набережной. Вот, набережная совсем пусто стала. Вечером уже тут ни фейерверков, ничего такого вы уже не увидите. А тем более, если еще и приедете там числом к 15 октября, то тут, думаю, закрыто будет практически все. Желаете, отдохнуть всегда можно. На улице тепло. Можно даже немножко прикемарнуть, так сказать. Такое тоже бывает, ничего страшного. Да, помню, конечно, как мы гуляли здесь. В августе, в июле людей было просто не протолкнуться. А сейчас уже 3 часа и, да, 1 октября. И людей совсем чуть-чуть. Да, что-то мои часы решили там рассказать какую-то сказку. Но зато с другой стороны для кого-то это плюс, потому что людей меньше. Можно свободно прогуляться там, не толкаться. Да и уже вечером такой духоты жары нету. Намного комфортнее гулять. Вот так вот выглядит старый город. Мы отошли буквально метров, наверное, на 150-200 от пляжа. И тут уже совсем другая картина. Кстати, улицы, если будете переходить, не бойтесь. Просто посмотрели впораво влево и спокойненько проходите. Машины будут останавливаться. Вот как я и говорил, что тут такое в стиле Италии. Все очень красиво. Сейчас мы еще как раз саму пьяцу пройдем, площадь. Прям там вообще вот реальная Италия. Вот это альтернатива набережной, которая практически вся к концу сезона затухает. И вся жизнь начинается уже вот здесь. Ну, так вот выглядит старый город в центре Батуми. А вечером здесь еще включается обалденная подсветка. Здесь куча разных кафе и ресторанов. Поэтому точно скучать вам не придется. Также здесь периодически проходят разные концерты, живая музыка. Вот сзади меня сейчас покажу. Вот сзади меня там очень большое количество фудкортов. Поэтому, друзья, есть на что посмотреть еще в Батуми и даже когда заканчивается сезон. Так, немного, друзья, информации по поводу аренды жилья. 19 октября освобождается одна студия неплохая. Я прикреплю фотографии. Сейчас вот где-нибудь сверху здесь появятся студия. Стоит это 300 долларов вместе с коммунальными. Предварительно 19 числа она возможно освободится. Поэтому вдруг кто-то собирается ехать к этим числам, то вот будет возможность туда заселиться. Мы сами там, в принципе, сейчас снимаем. Это такой, как, можно сказать, комплекс гестхаус. В нем несколько студий. Коммунальные уже сразу входят, что очень удобно. А также нету, как обычно сейчас везде просят, внести первый и последний месяц оплаты. То есть вы помесячно платите. Месяц живете, за месяц вперед заплатили. Захотели в следующем месяце съехать, никаких проблем, предупредили хозяйку и съехали. Поэтому, если кому-то будет интересно, тоже пишите в комментарии. Я постараюсь узнать. По крайней мере, на данный момент 300 долларов. Возможно, что-то за вот эти дни изменится. Потому что, сами понимаете, ситуация на рынке аренды очень сильно быстро меняется. Да, и самый главный фактор, почему я говорю по поводу этой студии, это центральное отопление. Есть и кондиционеры, центральное отопление, микроволновка, холодильник. Ну, в принципе, вот такие самые главные плюсы. Если не хотите заселяться на долгий срок, пожили месяц, подыскали для себя какое-то жилье более комфортное, либо более большее, ну, в зависимости от того, сколько людей у вас, я имею в виду, сколько людей будет. Поэтому, ну, вот такая информация. А если вам понравился данный ролик, и вам была полезная информация, которая закрепила в описании, не забудьте, все есть в описании, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. И до новых встреч. Всем пока, всем хорошего настроения.